Вы слушаете Радио Болткома Учёные бьют тревогу Неизвестно, как дело повернётся Может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий В ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты От этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется Открыть ящик Пандоры Добрый день, уважаемые слушатели Действительно, программа Климат-контроль И с нами на прямой связи Учёный, морской геолог, журналист, пишущий о науке Константин Рангс Доброе утро, Константин Доброе утро Ждём мы, конечно, с нетерпением Вот этих самых наших любимых Летних праздников Лигу В этом году так всё совпало По календарю, что выпадает даже Пять дней отдыха подряд И, как всегда, вот Шутили, что Лига у нас Холодная С дождями И привычка жаловаться на холодное лето Вот до последнего какого-то времени Была просто традиционной у латвийцев Но, тем не менее, вот мы видим, что Раз за разом температура увеличивается И сейчас просто Многих действительно напугало сообщение О том, что на Лигу нас ждёт Рекордная жара Если я не ошибаюсь, там местами до плюс Тридцати восьми градусов И совершенно аномальная температура И вот вопрос, конечно, что происходит с климатом Происходит с погодой Потому что мы видим, что год от года Действительно эти температурные рекорды Всё устанавливаются новые и новые Ну, прежде всего, нужно сказать, что Скорее всего На основе Вот я посмотрел по четырём моделям Прогнозы Всё-таки Лига На Лига будет гроза и дождь Так что, как говорится, дождь будет Но есть варианты Есть варианты Потому что, как говорится, днём раньше, днём позже И степень, как говорится, перехода дождя Тоже совершенно различная В разных прогнозах Но для начала можно сказать, что вообще сейчас происходит Допустим, над Европой Да, не будем там Америку брать Там тоже жарко Сейчас особенно в её западной части Но возьмём Европу В Европе, да, есть такие Два таких Четыре шестерёнки Это две шестерёнки Это зоны повышенного давления Антициклона Они вращаются по часовой стрелке И одна из них как раз надходится над нами Именно благодаря вот этому Зоне повышенного давления Здесь у нас голубое небо Над всей Латвией Почистое небо И растёт температура Потому что сейчас Самый высокий уровень Высота Солнца Над горизонтом в северном полушарии То есть, собственно говоря Ещё где-то, можно сказать Ну, недели три Мы будем находиться в таком состоянии Когда Солнце практически для нас Находится в самом-самом высоком положении И поэтому Земля и вода, кстати Тоже нагреваются максимально интенсивно Но, значит, над Южной Европой Тоже есть такая же зона высокого давления Это связано с Африкой Влияние Африки И вот эти две зоны высокого давления О чём мы говорили на прошлой неделе Они между собой контактируют Судя по всему Они подпитывают друг друга И в результате Образуется вот именно Такая полоса Высокого давления Вы посмотрите, что творится Например, в Германии Сегодня Уже сейчас В Берлине Где-то 26-27 градусов Сообщают И сегодня днём Там должна подняться Температура до 33 градусов Тени А может быть Там будут Чуть западнее В районе Франкфурта Поднимется и до 34 с копеечками В Амстердаме 28 градусов Хотя это уже граница Западная граница Влияния Антициклона Там появляется Облачность А, например, в Лондоне Утром Сейчас Вот в это время 16 градусов И то неполных В Дублине 7 То есть Они вот там Та территория Как раз под влиянием Мощного циклона Который засасывает Холодный воздух Циклон вращается Как известно Против часовой стрелки Он засасывает Холодный воздух Из Гренландии Холодно Сыро Ветрено И самое главное Этот циклон Их никуда Двинуться-то Пока не может Потому что Стоит наш Антициклон Как и называют Блокирующий И в результате Этого у нас Температура Лезет вверх А у них Она трепыхается Вот на этом Прямо скажем Раннеосеннем уровне Или поздневесеннем Но кроме этого Существует Еще один циклончик Циклончик Не очень большой По площади Но довольно вредный Который За минувшие сутки Вот например В восточной части Крыма Западной части Таманского полуострова В западной части Кавказа Излил За ночь Две месячных Нормы осадков Но я могу сказать Что если бы у нас Такой дождь прошел Мы бы уже даже Не переживали По поводу того Что по улицам Надо плавать Это уже было бы нормально У нас сплыли бы Все автомобили Благополучно И понесло бы Их течением В сторону Доугавы Я видел Как такое происходит В городке Таравьеха В Испании Когда действительно Выпал Мощнейший ливень И улицы Превратились В мощные потоки Так что Надо сказать Что нам Везет Пока что Но вот Как раз В районе Черного моря Сейчас все В большом напряжении Потому что Вот этот Маленький Но очень Зловредный Циклончик Он мощный циклон Он подпитывается Энергией Над Черным морем И он сейчас Перемещается Перемещается В сторону Болгарии Румынии Вот что там Произойдет Еще неизвестно Надо сказать Что ситуация Довольно таки Специфическая И вот эти Вот блокирующие Антициклоны Ожидается Что они Могут начать Тоже как-то Смещаться В сторону И скорее всего Вот к нам На следующей Неделе Прорвутся Вот эти Самые циклоны Которые Сейчас Изливают Свой холод И воду Над Норвегией Вот они Прорвутся Но дальше Возникает Очень важный Момент Каким будет Вот это Столкновение Холодного И горячего Воздуха Если это Будет Постепенный Переход Тогда обойдемся Без сильных Шквалов Без штормов И даже Без сильных Гроз Ну погромыхает Прольется Ну вроде Как говорится Все будет Так как Привычно Но все равно Дождь будет А с другой стороны Может произойти Переход Резко Ну например Только вы Костер разожгли Все хорошо Уже начали Жарить шашлычки И прыгать И тут Приходит С запада Черная стена Шквал Все улетает Костер сдувает Мангал Уносит Как домик В В В В В Изумрудного Города Вместе С самим Домом Вот такой Может быть Тоже Альтернативный Вариант И надо Сказать что вот эти все четыре модели, которые я рассматривал, они все как раз дают определенные вариации, потому что точно сказать, что произойдет через неделю, мы сейчас не можем. Имеется в виду, не может современная наука. Известно, что вот этот процесс произойдет. А вот потом может сложиться такая интересная ситуация, когда будет очень такая погода специфическая, будет давление низкое достаточно, где-то 755 миллиметров от рутного столба, это для нас низковато. При этом будет периодически то солнце, то дождь. То солнце, то дождь. Ну, для комаров, кстати, очень хорошо. Но вот эта погода, то солнце, то дождь, она хороша для хозяйственных культур, опять же. И продолжаться это может довольно долго, недели две. Вот такая ситуация. Но это дальше уже идет из области предположений. Но, в принципе, надо сказать так. Сейчас мы мучаемся от жары. И будем мучиться. И уже прогноз в этом отношении достаточно строгий. Но ближе, уже после понедельника, со вторника, уже нужно, как говорится, готовить. И вот тут важный момент. Совершенно становится непонятно, как готовится Клига. Где его праздник? Выезжать куда-то далеко на природу, а потом думать, куда спрятаться от дождя, по крайней мере, от грозы и шквала. Или, например, остаться где-нибудь поблизости от дома, а потом кусать локти, потому что все друзья уехали отдыхать и чудесно провели время. А дождь пришел на следующие сутки. То есть вот такая, как описанная в книге Джерома Клапки «Джерома трое в лодке, не считая собаки». В этот раз был прогноз о том, что будет дождь. Мы сидели дома. А потом мы все решили, что будет прогноз солнца. Поехали. И в результате все изряднейшим образом вымокли. Вот этот вот как раз тот самый случай. Совпало так. Но к этому надо, как говорится, быть готовым. И нужно понимать, что, в принципе, более-менее что-то реально нужно смотреть в понедельник. Вот это да, в понедельник будут более-менее твердые прогнозы. Еще точнение, естественно, будут во вторник. Но вот в эти дни. Сейчас еще есть очень большой лаг вот этих самых вариантов. Как это все развернется, ведь до конца аж непонятно. Как будут вести себя вот даже этот блокирующий антициклон, который стоит. С какой скоростью он будет разрушаться? Как он будет передвигаться на север? Это еще вопрос. Потому что эти циклоны и антициклоны имеют странную манеру. Они могут стоять-стоять на месте, а потом буквально прыгать и резко меняться. Это связано с такой интересной вещью, которую мы с Земли не видим. Это скоростные струйные потоки в атмосфере на высоте больше 12 километров. Они дуют со скоростью 200 километров в час и дуют постоянно. Последние миллиард лет точно. И эти потоки от их движения, они снизу незаметны никак. Эти потоки в значительной мере определяют, как двигаться будут эти циклоны и антициклоны. Мы это сейчас не видим. И как вести себя эти потоки мы точно тоже спрогнозировать не можем. Но вот есть такое шансы, что у нас обязательно произойдет резкая смена достаточно погоды. И мы к этому должны быть готовы. Продумать, так скажем, два варианта празднования Лига. Константин Дрангс, программа «Климат-контроль» 6.7212.93.9, 6.7213.93.9. Но в принципе, действительно, всегда советуют запасаться на Лигах все-таки какими-то дождевиками, быть готовыми к тому, что погода может поменяться. Но все-таки мы идем к тому, что из года в год будет температура увеличиваться. И просто мы никогда не были готовы к тому, что 33-34 градуса нас ждет летом. И если эти рекорды будут увеличиваться, то к чему готовиться в ближайшие, не знаю, лет 10? Вот еще где-то 10-12 лет тому назад уже тогда говорили о том, что глобальное потепление, вот это изменение климата, точнее, так его нужно называть, оно не означает, что температура будет подниматься равномерно. Вот как раз все идет, как было предсказано. Действительно, у нас может быть погода холодная, холодная, холодная. Вот мы сидим, мерзнем, мерзнем, мерзнем. Потом день, два, три, и вдруг наступает какое-то пекло. Вот это пекло у нас стоит день, два, три, четыре недели. Все, мы измучились. Потом бабах, приходят тучи, и сыпется град, не дай бог снег. Вот, и опять мы мерзнем. И вот так вот, когда потом в конце года выстроите график, то получится, что вроде бы потеплело там на доле градуса, и вообще, как говорится, происходит действительно изменение такое положительное. Но на самом деле, как бы качели, маятник раскачивается все энергичнее и энергичнее. Вот эти вот скачки от высоких температур до низких, ведь никто сейчас не может гарантировать, что, условно говоря, через неделю температура не опустится, допустим, ниже 15 градусов. Хотя в большинстве моделей прогнозов, начиная, примерно, со следующей пятницы, вот качели будут такие, ночью плюс 12-15, днем до 25. Вот примерно такая картина. Вроде бы, с одной стороны, вполне комфортно, но это расчетная картина. Вот что самое главное. И мы уже говорили, что за тремя днями прогноз начинает резко ухудшаться. Поэтому я и говорю, что Алига нужно смотреть по прогнозу, который будет дан утром в понедельник. Что у нас мы видим? Да, зимой может неожиданно опять вернуться морозы. Это абсолютно не исключает. Самое смешное, что вот эта система изменения климата не исключает резких похолоданий, причем очень сильных похолоданий. Но эти похолодания будут сменяться оттепелью. И в результате, когда в конце года опять все посчитают, да, отметят, да, очередной год очень теплый. Потому что в какой-то момент времени, посмотрите, чтобы скомпенсировать сегодняшнюю жару в 30 градусов, это значит, должен быть день с морозом минус 30 градусов. Морозов минус 30 градусов у нас давно уже как-то никто не вспоминает. Поэтому я думаю, что это да, то, что прогнозировали, так, к сожалению, и развивается. Но эти перепады температур, они же, мне кажется, более опасны, чем какое-то постепенное увеличение или постепенное похолодание. Потому что вот для, например, сельскохозяйственных культур, вот когда от жары мы переходим к резкому холоду, а потом снова к жаре, то есть это ничего хорошего не несет. Конечно, потому что вот надо заметить, что, допустим, последний, после того, как закончился ледниковый период, это примерно, считайте, 9-10 тысяч лет тому назад, люди сюда, на территорию Латвии-то, пришли всего лишь несколько тысяч лет тому назад, потому что до этого-то ледник был. Ну, я имею в виду где-то около 8 тысяч лет назад. И вот это не так далеко на самом деле. Вот это не так далеко. Современный человек, и 40 тысяч лет назад существовал, и возьми того человека, приведи сегодня, вот, младенца, он вырастет совершенно нормальным человеком. Это были люди, которые в известной мере были умнее нас и изобретательнее. У них же ничего не было, им все приходилось придумывать самим. И колесо придумывать, и огонь, и как нарисовать картину на стене, чтобы ее за последние десятки тысяч лет не смыло, чтобы она не разрушилась. Вы уверены, что сегодняшние краски простоят, если что-то нарисовать на стене, простоят в течение, там, 20-30 тысяч лет? Такой уверенности нет, а их краски простояли. Вот это очень важный момент. Так вот, что хотелось бы сказать, что мы привыкли к тому, что климат достаточно стабилен. Вот он был стабилен, это стабильный межледниковый климат. И вот сейчас этот климат начинает ни с того ни с сего довольно быстро раскачиваться туда-сюда. Наши культуры, с которыми мы работаем, с хозяйственными животными, да и мы сами к этому не приспособлены, по большому счету-то. Посмотрите, это же, что раньше, допустим, еще 200 лет тому назад, вот посмотрите, вот эти старые народные приметы, почему они сейчас плохо работают? Да потому что 200 лет тому назад лето было реально короче и холоднее. Вот были предсказания о том, что вот уже в начале августа купаться нельзя. Почему? Потому что холодно. Вы помните о том, что, допустим, было масса примет, когда уже в ноябре, в конце октября выпадает снег. Где этот снег? Его нет. И вот это действительно резкое, достаточно четкое изменение климата. И наш организм плохо к этому приспособлен. И есть еще одна очень важная вещь. Общество стареет в развитых странах. Об этом, кстати, первыми японцы обратили внимание. Сейчас в Японии 25 или 27 процентов населения старше 65 лет. Это очень старая нация. И они обратили внимание, что как раз, если раньше, когда нация была гораздо более молодой, полвека назад, и то людей, которые страдали и умирали в результате каких-то климатических эксцессов, их было гораздо меньше просто потому, что было гораздо меньше стариков. Сейчас стариков стало гораздо больше. И климатические эксцессы становятся жестче. Понимаете? То есть ведь раньше же даже говорили, почему люди едут отдыхать в Юрмалу, в тогдашнего всего бывшего Советского Союза. Потому что здесь спокойный, мягкий климат. Летом нет сильной жары. И вот это очень важный момент. Для людей, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, заболевания дыхательной системы, многие другие, необходимо, чтобы не было резких сильных скачков. А сейчас мы видим, что у нас появляются такие скачки. Поэтому мы, даже местные, так скажем, аборигены, должны себя очень внимательно блюсти. И понимать, что когда температура вот так резко поднимается, а вам так за 50 лет, уже за 50 лет, то стоит подумать о том, чтобы силы поэкономить. Тем более, что мы тоже становимся такой стареющей нацией. Я не знаю, сколько по статистике у нас, больше 65 лет. Но, тем не менее, продолжительность жизни увеличивается. И, к сожалению, молодежь из страны уезжает. Про Ригу уже давно говорят, что это город пенсионеров Риги. Значительное количество людей пожилого возраста, предпенсионного и пенсионного. Там речь идет чуть ли не о четверти населения. Это можно уточнить, но даже... Но это серьезная Рига, пожилой город. Вы выйдете в город, посмотрите, кто ходит. И вот это очень важный момент. Да, у нас есть звонок. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о новой сфере Вернардского? Ну, мне трудно сказать, что это была теория Вернардского. Да, очень интересная теория. Сфера разума, так называемая. И, круто сказать, можно тогда, когда можно будет провести специальные исследования по этому вопросу. В известной мере, это очень прогрессивное философское течение. Но я думаю, что в этом смысле тут можно спросить, конечно, коллег, которые занимаются, с одной стороны, философов, я бы послушал, а с другой стороны, послушал бы специалистов по информатике. Поскольку это нематериальная сфера, которую можно взять, пощупать или, допустим, измерить каким-нибудь там радиометром. Эта вещь очень интересная, и в значительной мере появилась она как реакция общества своего времени на осознание разума, вот именно сознание, как вот этой фундаментальной величины, когда стали люди понимать, что именно самосознание, оно представляет собой ценности, представляет собой ценность личности. Вот это очень важный был в свое время момент, но я бы не стал вторгаться на это поле, поскольку оно очень-очень-очень сложное, и там есть свои специалисты, конечно. А если вот вернуться к погоде, и вот эти разговоры о том, что грядет новый ледниковый период, ну вот насколько они имеют под собой почву, чем это может грозить? То есть пока мы видим, наоборот, вроде бы увеличение температуры летом. Вот тут, видите, какая вещь интересная, что теоретически через несколько тысяч лет, если бы не было бы человека, да, то должно было бы начаться очередное похолодание. Последние больше миллиона лет вот как раз запустился на планете этот цикл, ну который, грубо говоря, можно сказать, 100 тысяч лет идет вот цикл похолодания, потом где-то там 20 тысяч лет межледниковый период, потом опять похолодание ледниковый период. Ледники не захватывают всю планету. Вот это очень важный момент. Когда здесь у нас было 3 километра ледника, условно говоря, над местом нынешней Латвии, то, например, в Восточной Сибири, там, где Якутия, в это самое время была холодная, но сухая степь, травы высотой выше человеческого роста, в которых прекраснейшим образом паслись мамонты и прочие другие животные, у которых круглый год было полно травы. Только летом трава была зеленая, а зимой она была высохшая на корню. И они этим сеном, природным, прекраснейшим образом питались. Это очень важный момент. И благодаря тому, что было зимой, были морозы сильные, таким образом формировалась и удержалась вечная мерзлота. В общем, там все было хорошо. Ледники были, но их, естественно, ни в какой... В Африке они были, вот тут покрывали район вулкана Килиманджара, горы Рувензори, да, там были больше ледников на Тибете. Но вот это похолодание, ледниковые периоды, это не было какой-то глобальной катастрофой. Это были локальные, достаточно такие расширившиеся блямбы из-за льда, которые появлялись с точки зрения геологии. С точки зрения геологии вот эти вот сто тысяч лет, это, что называется, прилетело и улетело. Между ними были вот эти теплые периоды. Сейчас вот должно, нужно же было ожидать похолодания, и есть специалисты, которые считают, что похолодание все равно должно наступить. Но есть альтернативная точка зрения, что как раз вот наш сейчас разогрев приводит к тому, что очередное похолодание может, от ледникового периода может и не начаться. И как это все произойдет, сейчас ни одна модель достоверно, естественно, не скажет. Нужно ждать. И вот получается парадокс. С одной стороны, чтобы понять, какая модель сработает, нужно бы так подождать лет 50, статистику набрать. А с другой стороны, если правы те, кто считает, что мы идем таким мощным путем в глобальное потепление, то как раз через 50 лет уже будет поздно что-то там менять. Потому что нас будут ждать мощнейшее опустынивание. В связи с этим начнутся миграции миллионов людей. Представляете себе, на границе появились миллион человек. Голодных, изможденных и отчаявшихся. У которых за спиной пустыня. И вы как их остановите? Вы их никак не остановите. Вот к этому нужно подходить. И, кстати, стоит вспомнить, что ООН признала климатических беженцев такими же, как беженцы от войны. То есть их нужно принимать. И вот как их принять? И какие территории будут? Например, в той же самой Европе очень плохие прогнозы, например, в отношении Испании, Юга Италии, Греции. Там ожидается очень сильная, жаркая погода. Правда, надо сказать, что и там есть территории, которые могут от этого выиграть. Например, север той же самой Испании станет более теплым. Но там сейчас не так жарко. Но вопрос в том, что эти изменения происходят, и это будет касаться всех нас. То есть не было бы цивилизации, все было бы, как говорится, шло бы своим путем. Но мы-то размножились, нас уже через два года будет 8 миллиардов. А я напомню, миллиард секунд, миллиард секунд, это 32 года. Вот представьте себе, чтобы посчитать людей по секунду, 32 умножить на 8. Вам потребуется 240 лет, чтобы пересчитать все население планеты по одному человеку в секунду. Вот какое огромное количество людей. И мы потребляем совершенно чудовищное количество продуктов. И вот чтобы эти продукты произвести, нужно тоже тратить огромное количество энергии. Поэтому и разговор-то идет, что даже сравнительно небольшие изменения климата, которые приведут, например, к появлению засухи, размножается саранча. Вот как она почему размножается, до сих пор до конца не выяснено. Там есть много нюансов. Появление новых инфекций. Ковид – это одна из них. Будут еще. С этим можно быть абсолютно уверен. И в результате этого куча проблем. Поэтому мы тут должны понимать, что я, по-моему, слышал очень хорошую фразу о том, что надо мал-помалу привыкать к тому, что с нами происходит. Но я просто хочу сказать, что если это действительно происходит, и мы верим в науку, я в данном случае обращаюсь к нашим, хотя бы начнем с муниципальных властей, потому что в Европе муниципальные власти имеют очень важное значение. Потому что, как говорят, Европа – это территория городов. Так вот, необходимо думать о наших городах, об организации жизни в наших городах, в том числе и с учетом того, что в наших городах может быть и волны жары, очень сильные волны жары, следовательно, должны быть источники воды и пить его, и нужно думать об этой воде, что произойдет. А с другой стороны, нужно думать о том, что, допустим, пролилась вода в изрядном количестве с небес, так вот, чтобы она куда-то утекла. Я уже много раз говорил уже, знаете, как от он про свой карфаген, так и я про ливневую канализацию. Мы должны к этому готовиться. Мы должны готовиться к грядущим бедствиям. Сейчас. Вот это, мне кажется, очень важный момент, и вот эта волна жары будет очередным поводом за этом задуматься. Ну что ж, спасибо большое, Константин Дранкс и Климат-контроль. До следующей пятницы. До свидания. Хорошего лига.